Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 276. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец за 13 сентября 2016 года. Просьба всех ознакомиться с материалами по одному человеку, насеявшему зло на десятилетия вперед, поссорившего буквально миллионы людей. Можно затормозить и дальше открыть, посмотреть и дальше. После себя оставил выжженную землю. Инфекция и оплот человека ненавистничество. Делает из людей баранов. Воспаленном сознании его. Создал пугало. Для устранения неугодных. Начало конца. Вот они день и два, 20 лет безобразничал. И как будто не видели, что сатана правит бал. Понастроили, посоздали миссионерские отделы лютых, то есть помрощенных в уме ставили, только лишь бы ненависть сеять. И вот, наконец, в начале исследований пришли к чему. Продолжение следует... Занимается созданием и распространением злобных слухов, сплетен, разрушительные клеветы, не подкрепленные научными исследованиями, экспериментами. Он на меня четыре раза наплывал. Вот нынче гонение лагеря, то он инициировал. Документально доказано уже. Какая-то любовь самозабвенная. Почему имя, фамилию не ставят? Фотографий никаких нет. Вроде и дед не особо мясо ест. И вон какой молодой, не особо. То есть я совершенно мясо не ем, может, полвека в рот не беру. Белок не только в мясе. Да и сила, а она от Бога идет, а не от мяса. После войны люди его не видели, мясо. А пахали так, что нам не осилить. Разгребали руины вручную. Долгих лет и здоровья ангелов-хранителей. Везет им с таким энерго-джайзером. О, как еще общаться. Я плетала пчелкой. Даже от рассмотра хочется заняться трудотерапией. Посмотрим, что у нас важно здесь есть. Это наш Mail.ru, мой мир. Какие сведения? Вот тут. Очень богатый материал. Но не допускают сегодня на почту. Вот нажимая почта. Все. Сайт не может обеспечить безопасное соединение. Что это означает? Делая обновления. Еще не с места не движется. Далее. Есть у нас форум. Вот он. Форум во свете Библии. Все ресурсы у нас называются во свете Библии. Ну и видеоканал. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Сейчас я поставил 6 роликов. Небольшие ролики по 18 минут. 14. Пожалуйста, здесь. Простые такие темы интересуются, приходят. Вот мы выставили тему такую по отношению к Игорю Барабашову. Вот мы стоим. Благослови нас, Господи Божий наш. Поискай комбай. Не слышал бы Господь, помог ему. Ну и самый большой ресурс. Правда, он постоянный. Там ни отзыва, ничего нет. О, не работает. Как так? Тоже не работает. Народ, Ру, почему? Может, заработал. Тоже во свете Библии. Я спрашиваю, это сайт во свете Библии? Ну, допустим, во свете Библии такие простые слова. Ну, во свете Библии. Два слова. Вот я их заряжаю. Где? Ну, допустим, в Google. Сейчас я покажу. В Google. Во свете Библии. Во свете Библии. Два слова. Как это выглядит? Много ли здесь мест найдется? Сразу наш библейский сайт. Открытым оком. Во свете Библии. Во свете Библии. Христианский научно-аплогетический сайт. Это не наш. Второе. Сайт во свете Библии. Кнал во свете Библии. Во свете Библии одноклассники. То есть, немного, почти нет. Эгоизм во свете Библии. Сейчас появляется сталь, а то не было вообще. Открытым оком. Во свете Библии. Стихи. Ну и все, больше нету. То есть, немного. Но чтобы сайту посвящали гимн. Вот я прошу всех. Может быть, где-то есть. Не важно, как называется сайт. Гимн. И просят его исполнять. Вот. Мощалин Владимир написал. И сам где-то там так сделал, что музыка и поет человек. Я так до конца не знаю, кто и куда делся Владимир Мощалин этот. Узнать где-то. Меня это интересует. Ну и события. События за 13-е число. События немаленькие у нас произошли в этот день. Вот. Мы убираем деревья, которые попали. То есть, выросли под проводами электрическими. Ну и деревья-то падает на провода. Их сначала на другое подвешиваем. За другое дерево. И тогда пилить начинаем. И вчера такое уже спиленное дерево. Оно, я потом покажу. Ну, вместе растет куча их. Ну, по 20 сантиметров примерно. Ну, 25 диаметром. Клен. И кучей просто. Как будто бы из одного пня это растет. И где-то 8, примерно, деревьев. Или 10. И вот спилили. Он завис. И комлем застрял между другими. И начали вынимать. Я на одной стороне, а у Володи в другой. Мы двое были только. Но я его не вижу. Он там копается. Чтобы легче было зацепить и вытащить. Он залез туда ногой и приподнял. Приподнял. И оно наклоненное, это дерево. Висит в середину дерева. Подвешенное на веревке альпийской. Крепко так. И у него то ли вырвалось, или как. Дернулось. И дерево из рук выскочило. А он уже ногой залез туда, в эту кучу деревьев. И оно ему прямо по ноге. Как он закричал. И вышел. Да нет. Я говорю, может что-то повредило. Да нет, вроде бы как. И после обеда еще вышел на работу. Но плохо стало. Я говорю, уходи. Мы с Никитой остались. Никита до обеда пас коров. И звонит. Плохо. Ну и пока искали полис. Свозили. Район Мамонтовский. Хирурга нет в определенные дни. Но гипс наложили. Наложили. На левой ноге. Ну вот где пальцы идут. Чуть подальше маленько. Перелом вроде бы. Ой-ой-ой. Вот это да. Ну. Кщья вина. Мы были только двое. Он работник отменный. Зачем же ты ногой-то залез туда между этими. А чтобы поднять удобнее было. Взять и перед собой. Из этой кучи деревьев. За основание. И выкинуть дерево туда. Чтобы оно зависло. А потом мы его развернем от проводов. И веревки ослабим. И он будет лежать на земле. Но получилось не так. Деревья эти. Которые. Он как бы из кучи. По-другому нельзя было. Оно самое нависшее было. Спилили. И он застрял между другими деревьями. Застрял комель этот. Никак. Его не вытащил. Надо было сначала приподнять. А приподнимать это натягивать веревку. Она же висит на ней. Это дерево надо все было. Поднимать. Кверху. Которая зависла. Висит. Там и ломик надо. И что он решил руками. Но я на другой стороне внизу стою. И не заметил. Но это на высоте было примерно метр. Поменьше. Даже метра. В этой куче. Вот. Для меня переживание такое. Ну что. Костылек ему нашли. Нашел старый. Дал. Дальше видно будет. Ну я говорю. Теперь он печет лепешки. Целыми днями можешь печь. Посмеялись как бы. Терпи. Ну раз так случилось. Жаль конечно. Тут престольный праздник у нас. Послезавтра. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцатого. Митрополит Сергий не смог. Что-то в Москве у них совещание какое-то. Ну говорят. Люди будут там. Священники приедут. Ну а Володе всех прошу помолиться. Владимир Александрович Пащенко. Тридцать восемь лет. И вот нога если она действительно переломлена там этого-то это не на один день. Это сгибается в этом месте где взъем там и вообще нехорошее дело. Ну Господь допустил. Так кто виноват говорю. Ну кто? Сами виноваты. Я стоял внизу и не заметил даже что он поднялся. Только закричал. Он деревом закрывается. Дерево назависшее. И тут остальные деревья. И его не видно. Что он там копается делает. А я стал искать кажется слегу. И даже не видел. Только крик услышал. Как он ногу-то выдернул не знаю. Благослови его Господи. Пошли в исцеление. И чего это уже. Ну и просят опять. Песнопение это. По свете Библии. И чего исполним. Не каждый может найти где. КОНЕЦ ПЕСНЯ 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 А на тебе сильней сердце твое Случит все ясней и ясней Ведь мост я сказал, им ничего И весел станет светлой Пос ведь в Библии Отiyor об истине Мый путь прокламывает зло Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.